У Калежского асессора Ковалёва пропал нос. Не у него первого. У Петера Шлемеля из повести немецкого писателя Шамисса пропала тень. У Эразма Спикера, героя Гоффмана, в предновогоднюю ночь пропадает отражение в зеркале. Ещё у одного героя Гоффмана по имени Венчик, когда он хочет поцеловать невесту, нос вытянулся и ударился о противоположную стену. Странная история. Неприятная история. И самое неприятное, что в этой истории нет виновного. Всё-таки в европейской литературе, как правило, во всех этих фантастических превращениях находился виновный. Он мог просто называться дьявол. Мог принимать имя и облик какого-нибудь злого учёного, доктора Дапертута. А здесь, ну, несерьёзно ведь, Ковалёв говорит, чёрт хотел подшутить надо мною. А когда нос появляется, но никак не может прирасти к месту, майор Ковалёв, он любил, чтобы его называли майором, а не коллежским асессором. В воинское соответствие чину восьмого класса ему было приятнее. Он пишет письмо штаб-офицерше подточенной, которая верно измщения решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб. В самом начале повести подчёркнута странность этого происшествия. Марта 25-го числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Все обескуражены и удивлены, начиная с цирюльника Ивана Яковлевича, который в печёном хлебе обнаруживает нос, и заканчивая самим, собственно, пострадавшим майором Ковалёвым, который, желая рассмотреть прыщик на носу, вскочивший вчера, обнаружил в зеркале, что никакого носа у него нет. Любопытно, как себя они ведут после того, как обнаруживают это странное явление. Иван Яковлевич. Фигура замечательная, чего стоит только его фраза, обращённая к жене. Я, матушка, сегодня не буду пить кофе, а заместо того хочу горячего хлебца с лучком. То есть, конечно, Иван Яковлевич хотел и кофе, и хлебца, но понимал, что супруга ему так побаловаться не позволит. Иван Яковлевич пытается избавиться от носа и бросить его в Неву. Ковалёв пытается пожаловаться в полицию, дать объявление в газету. И при этом, что любопытно, те, к кому он обращается, ведут себя, ну, скажем так, как они вели бы себя, если бы происшествия не было никаких. В происшествии не было бы ничего странного. В газетной экспедиции чиновник предлагает Ковалёву понюхать табаку, что вызывает бурю возмущения у майора, потому что ему нечем понюхать. Чиновник, успокаивая, уговорит. А вы опишите это, а ещё лучше найдите искусное перо и напечатайте в Северной Пчеле. Гоголь недолюбливал булгаринскую газетку и везде, где только можно, её цеплял. Приходит Ковалёв к частному приставу. Ну, частный пристав – это то, что сейчас бы называлось начальник отделения полиции. То есть это полицейский чин, который управляет частью, частью городской. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Эта вещь, – обыкновенно говорил он, – уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, место занимает немного, в кармане всегда поместится, уронишь – не разобьётся». Замечено было ещё, что частный пристав – большой любитель сахару. У него в прихожей скопилось множество сахарных голов, которые, очевидно, ему в качестве бескорыстного дара приносили купцы. Частный говорит, у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и из-под него в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. Но самое интересное впереди. Майор Ковалёв отправляется в Казанский собор. Кстати, исследователи без особого труда установили, что 25 марта, то есть День Благовещения, и чиновники в парадной форме должны быть на молебне в ближайшей церкви. Ну, а одна из парадных церквей Петербурга – это Казанский собор. Ковалёв видит, что среди молящихся находится его собственный нос. Причём нос этот был в мундире, шитом золотом, то есть в генеральском мундире, с большим стоячим воротником. На нём были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считается в ранге статского советника. Генеральский чиновник. Ковалёв, рабея, подходит к своему собственному носу и предлагает тому вернуться на законное место. Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству. Этого достаточно, чтобы Ковалёв ушёл. Отстал от своего собственного носа. Полицейский чиновник приносит нос. Причём сообщает, что этот нос вроде бы собирался уехать в Ригу. Но им полицейским был вовремя остановлен. Нос не прирастает. А потом ни с того, ни с сего прирост. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уж о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника, как Ковалёв не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе. Я здесь не в том смысле говорю, что чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор. Я совсем не из числа коростолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо. И опять же, как нос очутился в печёном хлебе и как сам Иван Яковлевич не от этого я никак не понимаю, решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно... Нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству никакой. Решительно никакой. Во-вторых, и во-вторых, нет никакой пользы. Просто я не знаю, что это. Однако же, при всём том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... Ну да и где же не бывает несообразностей. А всё, однако же, как поразмыслишь во всём этом право. Что-то есть. Кто что не говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают. В чём смысл этого странного, смешного гоглевского рассказа? Во-первых, очень сильные искушения прочитать заглавие рассказа наоборот. Не нос, а сон. Но любопытно, что первоначально Гоголь и давал рассказ как сон майора Ковалёва и заканчивался этот рассказ пробуждением. А потом Гоголь эту мотивировку убрал. можно было бы прочитать этот рассказ или эту повесть как пародийное воспроизведение сюжетов немецкого романтизма. Может быть, так и есть. Обратите внимание на то, что сам сюжет повести при всей его фантастичности и в то же время простоте достаточно многосмыслен. Мне ходить без носа неприлично, говорит Ковалёв, намёк на дурную болезнь. У порядочного человека не оторвут носа. Примерно тоже. Оставить с носом. Фразеологизм, который означает обмануть. и что важно, что нос и человек в мундире могут быть одним и тем же. Из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека — это Гоголь — ничего не было священного, но спрятал лицо своё в большой стоячий воротник. Мне кажется, что если сейчас не обращать внимание на множество необычайно важных, интересных, странных и значительных деталей, можно было бы сказать, что здесь фантастика, ну, наверное, как и в финале Шинели, фантастика здесь знак ирреальности, фантастичности самой действительности. В мире много абсурдного, много иррационального. Не случайно Гоголь заканчивает свою повесть издевательским заключением. Кто что не говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok